Ежегодный день государственного флага Абхазии широко отмечается в стране. Традиционно в этот день жители и гости нашей страны устремляются на набережную столицы, где проходят основные торжества, песни, танцы, гуляния в национальной одежде. Всюду царит праздничная атмосфера. Мероприятие началось с конного шествия. Трое всадников в национальных костюмах с флагами в руках прошлись от улицы Пушкина до Абхазского драматического театра и установили один из флагов на площади у сцены. Тем временем на сцене проходило выступление Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария. Волшебное звучание Аюма, Ахыма, Абхерца, Ачамгур не оставили никого равнодушным. Специальным гостем концерта была певица Мадина Кварацхелия. Абхазия люди приходили со своими семьями. Все в хорошем настроении поздравляли друг друга. Многие вспоминали, какой ценой досталось народу Абхазии право на собственный флаг, символизирующий свободу и независимость. Хочу поздравить абхазский народ с этим великим днем, днем единства нашего народа. Это знамен, за которым наши отцы шли, завоевывают нашу свободу, отстаивают наши права, и мы должны гордиться им. Поздравляю всех представителей народа Аббаза. Желаю, чтобы мы всегда были едины, чтобы никогда наша связь не прерывалась. Я поздравляю всю население Абхазии с таким замечательным праздником, чтобы нам всегда было радостно. Вот как на флаг смотрим нам радостно, так все пострадуются вместе с нами. Я всем народом желаю этого. Поздравляю абхазский народ с этим великим праздником, с днем флага. Желаю радости, счастья. Мое пожелание, чтобы каждый год народ вот так собирался на берегу, чтобы поздравляли друг друга, чтобы вот эти мероприятия, приятные, самые такие вот хорошие дни, чтобы они продолжались. Уже по сложившейся традиции этот праздник многие встречают в национальных костюмах. Желающих с ними сфотографироваться туристов и местных жителей немало. Астамур Эшба сшил себе традиционный абхазский костюм четыре года назад. Одевает его исключительно в праздники. По его признанию носить национальную одежду нелегко, так как его носитель должен следовать принципам Абсора. По своему желанию полностью, полностью сшил. Правда, вот этот кинжал мне достался от прадеда. Ради него я сшил всю чертеску. Это серебро полностью, ручная работа. Он не реставрировался ни разу. Здесь наша эшборская печать стоит. От Абхазского драмтеатра до Брихаловки организаторы праздника установили 21 историческое знамя, которое в разные годы развивались над Абхазией. Здесь же были установлены и информационные стенды, рассказывающие историю становления каждого из них. Люди с интересом подходили, знакомились с историей знамен и фотографировались на их фоне. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс не первый год рядом с празднованием Днем Государственного флага Республики Абхазия. Это дата, которая, безусловно, объединяет всех Абхазов, Абазин, весь Северный Кавказ. Именно потому, что под этим флагом сражались, шли в бой наши братья во время нашей Отечественной войны народа Абхазии. От имени Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса мы поздравляем всех с тем, что мы имеем этот день, имеем флаг, имеем гимн, имеем герб, и это то, что является нашей государственностью. Ключевым событием праздника стало народное шествие. Люди в сопровождении конницы и группы факельщиков пронесли огромное 20 на 30 метров полотно государственного флага Абхазии по набережной Махаджиров. В заключении вечера танцоры Государственного ансамбля народного танца «Шаратын» исполнили танец «Айбар Кыра». Причем в танцевальном шоу вместе с профессиональными танцорами мог поучаствовать любой желающий. Алика Трапш, Томас Чиковани, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.